Это Тарас Гетманкар, вот это его заслуга. Давай, коротко, Блиц. Насколько вообще люди в Киеве готовы к каршерингу? И как они вообще адекватно им пользуются или нет? Да, адекватно пользуются. Точно так же, как и во всем мире. Есть негативы, есть позитивы. Вообще адекватно. Не думайте, что вы живете в самой плохой стране, и что наши люди самые плохие. Наши люди самые классные. Поэтому все отлично. Вспомни, какой это самый позитив из клиентов. Что в последнее время был? Позитив, это сделали что-то, да? Да. То, что сразу приходит в голову позитив, это не могу сказать, что это конкретно из клиентов. Я этот описывал кейс, вот он мне просто сейчас в голову пришел. На самом деле позитивных моментов очень много. Сразу пришел, когда у нас была заявка по автомобилю. В общем, на автомобиле ударили диски, и спустило колесо на машине. И так случилось, что были там жуткие пробки, завалы. Не знаю, не могла поддержка туда доехать почти 20 часов. В итоге нам за последние вот эти 20-15 из 20 часов, нам пришло, наверное, около 10 уведомлений от небезразличных граждан, что вот, мол, ваша машина криво припаркована. Естественно, мы поясняем, извините, ребята, там спущены колеса, поддержка не может доехать. И так далее, и так далее. Когда поддержка приехала туда, фронт, и забирать машину, то есть для того, чтобы там поменять колеса, там было два диска спущено, приезжая, там машина полностью стоит с накачанными колесами, переобутая, и колеса еще промазаны и начернены. И мы так просто, как, мы всем людям рассказываем, что там спущены колеса, мы не можем уехать, а поэтому машина не может уехать. Там вот такой этот. Вот такие вот, я описал, что Тимур и его команда, вот типа, ну, не знаем до сих пор. То есть, может быть, это пользователь сделал, может быть, просто какие-то добрые люди, но на самом деле, то есть, вот так накачали колеса, сделали, и мы немножко были шокированы. Круто. Такой один из позитивов. Сколько в Киеве вообще машин? Где-то около 160 на сегодняшний день. Чем интереснее заниматься, каршерингом или классическим рентом? Интереснее каршерингом. Знаешь, здесь надо ответить, как такой есть глупый вопрос-шутка, когда говорят, лучше быть женатым или не женатым. Так вот, говорят, что женатые мужчины живут дольше, а холостые интереснее. Поэтому, знаешь, каршеринг, это, наверное, вот прокат, это как женатый мужчина, это дольше, а каршеринг просто интереснее, как холостой. Какой уровень наш каршеринг вообще занимает, примерно, в мировом каршеринге? В чем-то хуже, в чем лучше? Что ты имеешь в виду, технологически или... Технологически не уступаем, я бы сказал. Ну, то есть, смотри, у каждого каршеринга, у каждого каршеринга в мире мы можем с тобой найти, там, ну, не знаю, от 20 до 50 каких-то негативов. То есть, как в условиях, точно так же и в технологическом исполнении. То есть, я сам попробовал многое. Поэтому, ну, я бы сказал, что, в принципе, уровень достаточный, но это не значит, что все это конец. То есть, ежедневно мы делаем что-то новое. И, то есть, вот, описывал недавно, еще раз там даже тебе скажу, да, что буквально там два дня назад, когда проводили оперативку, я сказал команде, что, вы знаете, говорю, у нас наступит только один день, когда у нас будет очень супер крутой продукт и будет вообще все идеально, и будет там куча супер функций. И я говорю, назовите мне этот день. И все замолчали, говорят, мы не знаем, когда этот день будет. Я говорю, я вам скажу, говорю, когда мы перестанем существовать. То есть, до тех пор, пока мы существуем, мы будем все время что-то совершенствовать. То есть, потому что мы слушаем пользователей, потому что мы что-то придумаем, там, то фикс тариф, то еще какой-то тариф, то пересмотрим тарифы для того, чтобы вот это сейчас удобнее пользоваться. То есть, все время постоянное совершенство, ему нету предела. Поэтому, ну, мы будем совершенствовать. То есть, те, кто не совершенствуется, те, да, останавливаются. А то, что ты говоришь, там, в мире хороший или плохой, но если там брать рынок номер один каршеринга, допустим, Москву, да, по проникновению, то мой анализ, допустим, если брать отзывы, вот мы там сидим и говорим, вот там вот что-то пользователю не нравится. Я открываю самый крутой, самый технологичный каршеринг, даже не буду его называть какой-то. Там сумасшедшая куча сидит программистов. Просто. И там с такими головами люди сидят. И я читаю, там, допустим, негатив написан такой же, который есть у нас. Я думаю, если такие головы его не могут решить, то вот мы такие бэкстрит бойс, то есть парни с заднего двора, то есть имеем такую же проблему, думаем, ну круто, и мы ее как-то сидим, обдумываем, решаем. То есть все классно, я понимаю, что значит мы находимся в тренде, значит мы двигаемся в правильном направлении. А проблемы технологичные, они решаемые все абсолютно. Вопрос времени, вопрос результатов. Каких действий от киевских властей тебе не хватает для улучшения каршеринга? Скажем так, есть действия, которые вызовут большой негатив у обычных людей, но они позитивно повлияют на каршеринг. Допустим, это поднятие стоимости парковки. Когда завтра стоимость парковки в Киеве, так как говорит Рахматуллин, станет 80 гривен в час, вы просто будете с удовольствием пользоваться каршерингом, будете кричать, что это сумасшедшая благо. Почему? Потому что стоимость поездки у вас будет составлять 80-100 гривен. И вы будете задумываться, что на своей машине вы однозначно не поедете в центр. Вы поедете на каршеринг, у которого бесплатная парковка. Кстати, когда мне задают вопрос, вот посмотрите, в Москве каршеринг взлетел. Так вот я вам скажу один простой момент. Каршеринг в Москве взлетел именно из-за парковки. В 2016 году, когда парковка стала сумасшедше дорогой в Москве, то есть просто появились вопросы, что я не буду ехать на своей машине, потому что я плачу за каршеринг столько, сколько плачу за парковку. Только свою машину я еще уничтожаю, плачу за страховку, плачу за бензин и все остальное. А на поездке на каршеринг я приехал, машину кто-то забрал, через 5 минут и уехал. Вот с этого момента каршеринга из 530 машин в 2016 году стало 36 тысяч в 2020 году. То же самое, поверьте, будет в Украине. Другого пути нет, потому что смотря на вот эти пробки, которые существуют в Киеве, вот это сумасшествие с автомобилями, то есть другого пути разгрузки у Киева не будет. То есть такси, общественный транспорт, каршеринг однозначно. Поэтому это негативное действие. Позитивное действие, можно сказать, что это для каршеринга позитивное, но негативное для людей. А позитивное, это просто все-таки то, что киевским властям надо понимать, что это еще один вид транспорта, это одна еще альтернатива. Такая же, как троллейбус, такси, метро и все остальное. Но здесь дальше просто каждый выбирает по своему кошельку и по своему удобству. Все. Это то, что должна понимать власть. Если они понимают, это круто. Спасибо.